В последние предвыборные месяцы Ради Фаритович получает письмо от прокурора Республики Пантюшина за номером 117913. Есть это письмецо в моем распоряжении, и прочитал я его с великим удовольствием и интересом. На 15 страницах прокурор Республики сообщает Ради Фаритовичу о том, чего достиг сам Хабиров и его команда за 5 лет правления Республикой Башкортостан. Давайте по порядку и по списку. Прокуратура Республики сообщает Ради Фаритовичу, что не удалось остановить рост числа кибермошенничеств, и они приросли на 12,5%. Помните, как Хабиров хвастался, что он примет самые решительные меры и там начнет подключать свои СМИ и прочее, прочее, не пропустим, не дадим. Не получилось. Но это еще прокурор Республики зашел, как говорится, издалека. Далее. Более 5,5 тысяч человек имеют задолженность по зарплате. А Хабиров бил себя в грудь, что с этим делом вопрос решен, и всем там все выплатили, и никаких проблем нет. В письме прокуратуры, например, переводится пример Баймакского водоканала, где есть задолженность по зарплате. Далее. Не улучшены жилищные условия 23 тысяч нуждающихся в жилье из числа тех, кто уже поставлен на учет как нуждающийся и должны что-то получить. Ничего не получили. Не меняется ситуация с так называемыми отсроченными рецептами на всевозможные медикаменты. Попросту говоря, те лекарства, которые по закону должны предоставляться государству, не закупаются. 1822 человека не получили лекарства от Хабировского здравоохранения, в том числе 513 детей. Дефицит финансирования льготников составляет 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Вы скажете, огромная сумма? Ну простите. Это всего лишь 25% от стоимости того самого Дворца борьбы, который воздвиг Ради Фаритович. При этом Минздрав, по утверждению прокуратуры, допускает нецелевое расходование средств. И Республика Башкортостан третий год подряд не достигает целевого показателя по обеспеченности медицинских учреждений медицинскими кадрами. Напомню, это я не свои домыслы вам сейчас привожу и не цитирую какие-нибудь желтые газетки. Я читаю письмо прокурора Республики, главе Республики Башкортостан. Идем дальше. Прокуратура за последние полгода выявила 20 случаев неисполнения финансовых обязательств государственных органов власти в отношении военнослужащих и их семей. Опаньки. Какая неожиданность. Ради Фаридович постоянно бьет себя в грудь всевозможными конечностями и заявляет, что он-то уж отец родной солдату и всех, кто, значит, обеспечил, обнял и обогрел. И вот, пожалуйста, прокуратура уже выявляет эти случаи. То есть люди уже пожаловались и дошли до прокуратуры. Согласно этому письму, прокуратура выражает обеспокоенность низкими темпами модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На данный момент в регионе 1 900 населенных пунктов сидят без централизованного водоснабжения. Читаем дальше. Не решен вопрос с обманутыми дольщиками. 18 крупных многоквартирных домов ждут решения властей. Стоп, минуточку. Хабиров трижды объявил победу над этим злом, как обманутые дольщики, и значит, больше никакой проблемы в Башкирии нет. Прокуратура заявляет, что это не так. Читаем дальше. В сфере бюджетного законодательства о контрактной системе выявлено 1030 нарушений закона. К дисциплинарной ответственности привлечено 223 чиновника, к административной ответственности 156, и возбуждено 13 уголовных дел. Напомню, это только за полгода 2024 года. Читаем дальше. Допущено затягивание, а по сути срыв сроков строительства школ Затон Восточный, поселок Шмиттово, город Нефтеканск, город Стерльтамак, КНС Затон, а также автодороги Бирск-Тастуба-Садка. Ради Фаридович нам трубил в медную трубу о том, как много школ он построил и как прекрасно там учатся детки. Только недавно про Затонскую школу рассказывали, что там 10 первых классов. Там букв уже не хватает, не хватит скоро эти классы называть. 10 первых классов. Читаем письмо прокуратуры дальше. Из 30 полигонов твердобытовых отходов 9 подлежат немедленному закрытию, так как исчерпали свои мощности, а остальные будут заполнены в ближайшие два года. Отмечается низкий уровень обработки твердокоммунальных отходов. Выявлено 243 незаконные свалки. А как же, Ради Фаридович, с вашими громкими победами? С этими всякими системами, вы воевали с какими-то подрядчиками, которые что-то не так делают. А у вас все полигоны на грани закрытия. Читаем дальше. 34% это более 17 тысяч километров дорог Республики Башкортостан не отвечают нормативным требованиям, согласно требованиям государства. И на них погибло уже 172 человека в этом году. Отмечает прокуратура Республики. Не решен вопрос обеспечения жильем детей-сирот, ежегодно их количество только увеличивается, имеется в виду тех, кому это жилье полагается. Например, пишет прокурор Республики, в 2021 году этих нуждающихся, но не обеспеченных жильем было 4535, а уже к 2023 году стало 4921. Как же так, Ради Фаридович? Зачем нам ваши дворцы, парки, вот эти бесконечные аллеи, высаженные крупномеры по цене американских секвой? Может быть, детям-сиротам квартирки найдете? Ну нет, конечно. Дворец борьбы это важнее. Читаем дальше письмо прокурора. Суды Республики Башкортостан предъявлено на данный момент за полгода 25 исков по возмещению коррупционного ущерба, нанесенного чиновниками под предводительством дорогого Радио Фаридовича, на сумму, внимание, 17 миллиардов рублей. Из-за коррупционные преступления осуждено 121 человек. Вот такая статистика у процветающего Башкортостана. 17 миллиардов рублей попятили сподвижники дорогого Радио Фаридовича. И это доказанные эпизоды. Читаем еще более интересные вещи, которые к концу этого письма проглядываются. Тут я совсем уже ахнул. Думаю, ну надо же, какой у нас замечательный прокурор Республики, на все обращает внимание. Слушайтесь. Пантюшин пишет. Агентство по печати и массовым коммуникациям самоустраняется от выполнения значимых общегосударственных задач по освещению материалов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия. То есть вот эти все хабировские СМИ, объединенные агентством по печати и массовым коммуникациям, самоустраняются от решения проблем межконфессионального и межнационального согласия. Видимо, Хабиров до конца не понял, кто и зачем там у него управляет этим агентством, а также кто у него занимается вопросами внутренней политики. Ну да, посмотрите на этих людей, Кельсинбаев, Бадранов, Абдрахманов, ну, как говорится, посмотрите и трезво ужаснитесь. Что еще от них можно было ждать? Но тут прокуратура отмечает, что агентство по печати и массовым коммуникациям, государственный орган власти, намеренно самоустраняется от выполнения этих значимых государственных задач. Вот тут, как говорится, уже без комментариев. Но читаем дальше. Особенно отмечается прокуратура республики бездействие управления главы республики Башкортостан по общественно-политическому развитию, которое на протяжении всего прошлого года игнорировало сведения Центра гуманитарных исследований о нахождении зауралия республики Башкортостан в красной зоне риска, что может привести к вспышке этноконфессиональной напряженности. Это я прочитал с листа. Вы понимаете, что это за серьезное обвинение? Управление главы республики Башкортостан по общественно-политическому развитию, то самое вот это, внутренняя политика, тот самый Бадранов, Кельсинбаев, Абдрахманов из правительства и прочее вот это вся шатия братья. Там еще помельче есть ребятишки. Так вот, это управление игнорирует данные федерального органа о том, что там у нас за Урале все очень плохо, красная зона. Так вот, буквально сегодня эти ребята на каком-то там своем сходнике в конгресс-холле рассказывали, как у нас все прекрасно в межнациональных и межконфессиональных отношениях. В общем, вот такое письмецо на 15 страницах отправил прокурор республики главе нашего региона, дорогому Радио Фаритовичу. Я не знаю уже, что нужно рассказывать и чьи письма цитировать, чтобы хоть до кого-то дошло то, что управление республикой на самом деле ведет регион к какому-то катастрофическому состоянию. Потому что вот я не целиком процитировал 15 страниц, но поверьте, там еще очень много чего есть. Там все по пунктам, по всем сферам жизнедеятельности. Там и промышленность, там и бизнес, там и земельные отношения, и там все вот в таком ключе. Какие еще справки нужны? Кому эту справку показать, чтобы они поняли, что нужно что-то делать? Я думаю, что в первую очередь эту справку нужно показывать избирателю, который вот уже буквально через пару дней пойдет на избирательные участки. Может быть, тогда хоть что-то дойдет. Субтитры создавал DimaTorzok